всем привет ребят сегодня обзор будет такой не запланированный сама 2 бтх 2 бтх испытываем только что вот они со старого у нас это новый новая база бтх собираем еще на старом месте потому что здесь пока мы оборудуем вот поэтому оттуда приезжаем сюда здесь испытываемся кстати пойдем покажу то что планируется дальнейшем так вот бтх который мы привезли 2 он на следующей неделе уезжает первое сегодня приедут мужики с новгорода за своим вездеходом это новогородский вездеход оба только что собранного поют на испытания ну так получается что вместе с клиентами будем испытывать это конечно всегда так немного волнительно потому что ну да только машина из цеха выехала ну в общем мы едем а вот там уже машиной цех которые мы готовим чтобы уже консолидироваться это производство и отрынул чтобы здесь все запуститься полностью с осени уже с отоплением с газобетоном теплое нормальное производственное помещение вот пока это как бы планы но все запланировано принципе идем по своему графику вот и в конце покажем немного состояние отрины нашей первой серийной заказанный мы активно строим для андрея с камчатки машину поэтому кому интересно посмотреть на 3 тоже дождитесь конца видео дадим информацию по ней покажем какие-то может быть нюансы такие номера технически интересные тоже много работы по ней проделал так что вот так испытываемся снимаем смотрим вездеходы ну что думаешь еще расскажу а так сейчас уже поедем вот да ну тут ну ну Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Увидимся! и не ездить в койку очень много лет и спокойно от вездехода под красиво спасибо за приобретение спасибо за выбор нас как фирмы я думаю что вездеход вам принесет пользу ту которую вы планируете скажем так вот мы всегда на связи плане там обслуживания всего поэтому думаю что все будет хорошо но сегодня вы прокатились и так мы уже больно что как бы нормальный вездеход выбрали это настоящий вездеход не паркетник это вездеход сегодня мы с вами хорошо на самом откатанули это же рад что у вас как бы этот здравый день ну и до сумки это сделает да будет нормально я говорю что мы теперь и ружья ничего не удочки не будем просто кататься самое главное чтобы как бы да после приобретения было мнение что не зря там выбрали эту марку и потратили те которые потратили в кольцо повернул вручную размотал обратно повернул и уже и с салоном подсадились вот они это чтоб не выскакивал да 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 полтами складными закручиваются соответственно четыре пластины четыре полта пластины сняли разобрали и 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 так но я обещал отринул показать это два компрессора по 300 литров двух поршневых они будут отвечать за включение пневматических блокировок и подкачку колес соответственно вдвоем друг друга дублировать друг друга дублировать друг другу помогать колеса быстро качать если вдруг один откажется чтобы была возможность блокировки включить по отрине я сказал значит это наша первая серийная машина по сравнению с прототипом здесь сразу уже ряд моментов мы внедрили первое основное наверно видно это верх лодок будет из алюминия для уменьшения веса на прототипе мы этим не занимаемся времени тратить и второй такой момент это съемный узел то есть узел перелома на день исполнен на болтовых соединений то есть часть полностью съемная по сути дела мысль в том чтобы мы могли отдельно в сварочном цехе море кнопки отдельно сборщики кондукторе собирать допустим вверх вездехода из алюминия и узлы тоже чтобы токарная работа не зависели от готовности рамы то есть здесь большой сложный узел перелома запроектирован поэтому чтобы опять же ну технически в плане производства одно другому не зависит мы вот так вот решили эту историю победить вот там вот можно писать подушки для плиты двигателя установлена то есть двигатель агрегатированность коробка передач будет на отдельной плите тоже может собираться отдельно и потом краном грубо говоря монтироваться уже в готовом виде вот новенький значит вот система охлаждения масла интересный такой момент то есть перед фильтром стоит переходник и будет кулер масла стоять маленький радиатор с вентилятором который будет именно масло охлаждать двигателя соответствует мотор на отдельной плите сразу агрегатированная с коробкой передач будет одним блоком вставляться в вездеход значит коробка у нас с переключением именно под троса чтобы хорошо переключалась не было никаких проблем с переключением принципе мы по итогу испытания длина все системы все как бы обновили да это что мы увидели то что мы захотели мы сейчас уже внедряем как бы ну в серийный серийный вариант вот так вот еще получается очень интересно самое главное что у нас машина испытана мы испытывали на именно надежность трансмиссии мы не сломали не редуктор не полосит с мосты надежно держит блокировки надежно работают тому вот по такой схеме сейчас как бы серию машина запускается и будем уже увеличить объемы я думаю что поставок машина достроиться отснимется как бы она будет интересна покупателям по всем своим характеристикам да машина хорошо плавает она проходимая легкая будет достаточно бюджету значительно дешевле чем аналоги примерно такие с такими же характеристиками плюс система охлаждения тоже естественно мы доработали здесь будет охлаждение и кулер кулер масло стоять то есть будет не только антифриз охлаждаться но и масло двигателя будет охлаждаться плюс радиатора трехрядный медный повышенной вместимости ну хороший мощный вентилятор плюс доп-помпа на печку которая будет тоже помогать прогонять охлаждающую жидкость то есть а системе охлаждения мы так ну серьезно занимаемся чтобы понимать что перегрев машине не страшно вот как-то так поэтому вот по 3 такая ситуация работа и и и и и и и и и Продолжение следует...